Мера первой отечественной киноленты о вторжении инопланетян на Землю и проходит в космической стилистике. Вместо красной ковровой дорожки здесь настоящее космическое звёздное небо. Все звёзды отечества пришли сегодня в главный киноцентр страны для того, чтобы лично увидеть новое творение легендарного Фёдора Бондарчука. Он притягательный мужчина, и поэтому фильм называется «Притяжение». Я очень благодарен Фёдору за то послание сегодняшней молодёжи, которая есть в этой картине. Презентовали фильм сразу во всех залах знаменитого кинотеатра «Октябрь», а все создатели картины с трудом поместились на одной, пусть и большой, главной в стране киносцене. Я желаю этому фильму хорошей, счастливой, долгой жизни. Это война, да? Это зависит от того, как они поведут себя дальше. В «Притяжении» снялись любимые несколькими поколениями артисты. Вас рекомендовали как хорошего тыловика. Разрешите идти? Куда? В тыл. И молодые актёры. Я её люблю, понятно тебе? Или тебе ещё раз надо повторить? А? А я тебя люблю. Ясно тебе? Дружба, любовь и излюбленный русской драматургии конфликт отцов и детей ещё никогда не были сняты так и на таком эффектном фоне. Падение корабля пришельцев в Москве. А может и не фоне вовсе? Это уже кино про сложные человеческие характеры и взаимоотношения, именно человеческие. Но это противостояние можно также взять и перевести в день сегодняшний, заменив инопланетян просто другими людьми, которые нас окружают. Это социальная фантастика. Фантазия на тему того, каково это перейти чертой, когда злость, агрессия и нетерпимость перевешивают гуманизм и толерантность. Современный русский кинематографический язык поняли самые разные поколения и поймут разные нации. Прокат притяжения запланирован в полусотни стран мира. Круто, круто, круто. Мне очень понравилось. Вы что рекомендуете пойти? Всем. Спасибо. Замечательно. Бывают картины, которые помимо того, что они нравятся, не нравятся, вызывают уважение. Вот картина притяжения вызывает уважение. Это история взаимоотношения людей. Самое драгоценное в этом. Это история как раз притяжения. Притяжение зрителей в кинотеатры продолжится и завтра. 26 января картина выходит в широкий российский и мировой прокат. Олег Пакшин, Екатерина Фролова, Азат Атагонов и Дмитрий Облюхов. Вести.